Тысячи стипендий главы Чувашской республики приобрели своих получателей. Среди них особо талантливые студенты, активисты молодежных общественных объединений, молодые специалисты в сфере промышленности, сельского хозяйства, образования, культуры. Никита Веселов – студент второго курса юридического факультета ЧГУ. Молодой человек успевает не только учиться, но и занимается общественной работой. За опытом ездил даже в Госдуму России. А за свой обучающий проект «Гражданин», презентация которого состоялась на молодежном форуме «Иволг». Никита получил приглашение на космодром «Байконур». Это игра для школьников. В интересной форме она позволяет объяснить и рассказать основные положения к институции. Для того, чтобы это было интересно, ведь если проводить лекцию по конституции, школьники будут отвлекаться, им будет смешно, они просто будут не слушать. А если сделать это в форме игры, сделать это креативно, интересно, они будут с увлечением это постигать и запоминать. Сегодня Никита и еще 19 молодых людей получили из рук главы ЧГУ вашей сертификаты о присвоении стипендий за особую творческую устремленность. Заявок около 3000, потому что это действительно очень большой конкурсный отбор проходит. И даже у меня на почте электронной есть письма с обращением, почему я второй год участвую, никак не могу пройти этот конкурс, что за безобразие, что там у вас происходит. Поэтому действительно очень высокий конкурс проходит. И здесь принципиально важно, чтобы объективно, открыто все этот конкурсный отбор проходил. В разные годы стипендию получали 11 тысяч человек. Сегодня к ним прибавилось еще одна тысяча талантливых и одаренных. Сумма стипендий составит 1830 рублей в месяц. Ежегодно на эти цели из республиканского бюджета Чувашской республики выделяется около 22 миллионов рублей. Марина Рябцева, Александр Петров, Сергей Рябчиков, Республика. Продолжение следует...